Послушаем. Да нет, дуришься все это. Да нет. Все газы, ну так, что теперь не есть? Все газы, что теперь? Газы это может быть от чеснока. Смотри, видишь, сколько. Ты сколько у меня жил чеснока съедал до этого? У меня полная сумка чеснока. Да мы брали, я помню. Да как во рту терпимо, так я и ем. Понимаешь, десны болят, чеснок жрёшь больными деснами. Чтобы организм очистить, это от соплей, от гадости. Ну надо чеснок, но вон. Ты сколько за раз съедаешь чеснока за один присед? Ну бывает до шести зубчиков. Ну поэтому у тебя это много очень, шесть зубчиков. Ну да, это много, конечно. Один, два, все. И этого достаточно, чтобы вся зараза вышла. Вот я снимал, слава Христу. Рад был помочь. Ну мы... Чё там? На окне чё это? Это чё? Это гантелька, апортировочный предмет. Бросаешь собаке, она тебе приносит. Апортировалась. Давай ты мне бросишь, когда с опорта я тебе принесу. Поиграем с дрессировщиком. Мы играли с ребятишками, мне так нравилось. Давай. Я твоя собака, собака должна быть слева. Ну чё, подури маленько, ты же любишь дурить. Так. Это справа, а я собака слева. Вот. Ты вот туда вот кидаешь. Вот. Вот ты дрессировщик, я собака. Вот. Кидай туда и говори, апорт. Да ты открой эту дверь. Да вот туда кидай. Дверку-то открой. Какую? Ты мне, я собака. Нет. Ты сначала на меня учишь. Ты мне это, ты кидай и говори, апорт. Мне кидай, я сам принесу. Я вместо собаки сейчас буду. У тебя учить будем. А потом собаку. Давай. Видишь, он не может, не может. Ну кидай. Ну совесть, но ты же не собака. Ну как. Я не собака, но это же игра. Мы играем в дрессировщиков. Я артист. Я изображаю собаку. Кидай. Видишь, он какой. Я не собака. Ну ты же молитва есть. И был я хуже скота. Был. Был как пес. Стал христианин-человеком. Что, для меня не зазорно. сыграть роль собаки. Собака, она верность. Понимаешь, какое качество. Она верная. А ты неверный. Слово своему. Ты хуже собаки. Понимаешь. Собаки скажут. Вот я сейчас посажу собаку. Скажу, фу, она не тронет. Понимаешь. Уйду, она не будет брать. Тебе сказал, на кухню не заходи. Ты тоже зашел. Я зашел. Воду поставил. Воду поставил. Да ты обещал. Понимаешь. Обещал. Не заходить. Я тебе специально эту воду поставил туда, чтобы ты сюда не заходил за водой. Ну а почему ты не сказал? Сергей Павлович, мне вода без надобности. Можно мне на кухню зайти? Я сказал, ну зайди поставь рост без надобности. А сейчас у тебя будут тысячи причин сюда заходить. То ты пить захочешь. Запить я не хочу. Захочешь? Как? Пить надо среди дня. Зимой я не пью. Зимой не пьешь? Ну я тоже не пью. Но ты работать начнешь. Я тебе работу дам. Какой нибудь. Давай. Кидай и говори. Апорт. Видишь он? Он не балдеет. Ну все. Давай. Кого балдеет? Ну как ему дурить, так это можно. А как мне, так он это. Ну ты ж дуришь целый день. Тут сопли жевать надо. Воду жевать. Воду жевать. Воду жевать. Воду жевать. Ну ладно. Ты не отдохнешь. Ну давай. А собаки? Собаки бросишь? Скажи. Ну собаки. Так она меня не знает. Она тебя не знает. Ну поэтому давай. Мы сейчас ей покажем. Как. И она потом. Она попробует. Тем более это шанс. Ну а мы тут с урагана. Шанс. Шанс. Давай. Давай все. С ураганом давай. Пойдем. Опередом. Как Сергей? Опорт. Да. Опорт. Опередом. Сидеть. Сидеть. Вставай рядом сюда. Сидеть. И кидай. Вон туда. Сидеть. Все. Давай Вася. Кидай. Опорт. вот сидеть прям в руки отдает рядом рядом, рядом, рядом сидеть сидеть сидеть, сидеть опор хожарина несет хожарина несет вот у него тут еда на еду у вас туда его выгонить поставь сюда еду на порог на кухню сюда ставь скажи фу 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 нельзя заходить вот еда а теперь уходи туда и я уйду вот вот мы вышли то есть ему ты, Вася, даже он тебя не знает сказал не заходить вот он не заходит туда собака ну вот собака что ему веры больше чем тебе но дрессировал и тебя Вася там в комментах один говорит Серега говорит мужика до весны дрессирует и тебя дрессирует сегодня смотри как получилось с 3 часов до 20 минут мы сократили у меня опыт работы с собаками и это помогает в воспитании стариков и детей на животных опыты все проводят на крысах это зоозащитники только сейчас вот этот ролик выйдет а мочат зоозащитники они все вылезут обязательно вот такими рогами издеваешься над стариком издеваешься над собакой изверх садист сатанист гад вот им это все это ненавистно это все воспитание потому что сами в грехах живут привыкли все ураган иди иди туда иди ну иди иди вот понимаешь собака не твоя ты ему сказал не бери он подошел понюхал и не взял никто ему даже ничего не говорил вот он стоит послушный пес так он знает что поезд по полу правда ураган и похоже поем ну да а ты почему я же сказал давай в 9 поем ты согласился а сам в 8 да кого его пища перед носом что я поел да запил почему ты зашел на кухню сегодня а он не зашел ну прости господи прости господи прости господи вот бери с него пример потому что он верный своему слову верный хозяину и мы должны быть верны господу нашему Иисусу Христу сказал наплевал на сатану на этого чрева в крещении будь держи сатанист а какой же ты христианин когда посты не соблюдаешь чревоугольничаешь вот и тут он меня напугал я говорю у тебя памяти то нет он Евангелие читает строчку читает я говорю повтори он не может повторить видел эти ролики нет? про Иоанна Крестителя нет не было выше пророка он меньше в Царстве Небесном выше его да это ты его сейчас вспомнил а сейчас у него спроси что читали он его вспомнит наверное что после Иоанна Крестителя ты читал мне пересказывал на кухне тут уже не помнит видишь я у него спрашиваю так а чё чё память то какой грех изъедает память съедает какой грех Вась блуд 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 я говорю у тебя это после крещения было у тебя было это? было было после крещения я у него вот после какого ты в Потеряевке крестился после этого было у тебя? было после крещения он хоть понимает что это блуд означает женщина у тебя была? ну как я не понимаю я чё младенец что ли что такое блуд ты понимаешь? ну я же не младенец восьмой десяток попёр ааа то есть ты балдёжный мужик не жена короче была ну а ты потом говорил у тебя не получилось а исповедоваться у тебя не получилось ну в этом грехе да потом ты сказал что у тебя докрещение да не в этом грехе вообще в грехах не получилось исповедоваться А почему не получилось? Ну я не знаю. Мы говорили, что у тебя... Я так понял, что ты потом оговорился, что у тебя блуд был до крещения. Ну и до крещения, и после крещения. А где ты с этой женщиной блудил? Ну ты же не батюшка. Ну я не батюшка, но ты сказал, что уже было. Ну где я блудил? У неё или у себя дома. Ну раз уж сознался, что чего уж теперь. Я, может быть, ты тот раз сказал, что до крещения, до крещения у меня было. И у него не знает было или нет, пьяный был, не помнит, понимаешь? То есть, после крещения у тебя с женщиной было соитие. И ты в этом грехе не покаялся. И ты блудник припёрся ко мне сюда домой. Пёс смердящий, нечистый такой. Нераскаянный. Сколько раз было? Прости Господи. Прости Господи. Простит Господь. Но Господь заповедовал так, кому простите, тому простятся. Батюшка, если простит. Ты сейчас вне церкви. Если ты завтра умрёшь, ты в ад пойдёшь, понимаешь? И ты спокойно живёшь, объедаешься дальше. У него от чего пошло грех объедения, потом без блуда. И он с этим легионом ко мне его привезли на Сергея Павловича. Порезали хрен, жри. На пятаке, как Игнать Тихонович мне телефон. Вот он, этот сон Игнать Тихонович сбылся. Ваш. Только не мой хрен вы жрёте, а я ваш. Вот этот хрен он жру сейчас здесь. Разбираюсь с ним. Сколько раз было? Да я помню, сколько. То есть ты жил с этой женщиной? Как муж с женой, да? Или приезжал к ней в гости? Ну я тебе что, по косточкам буду раскладывать? Ну конечно. Грешить не стыдно, а осознаваться, рассказывать стыдно. Видишь, как сатана всё это сделал. А я не уверен, что я сейчас, видишь, покаяния, если в этом грехе нету, не было на исповеди. Я сейчас уйду, я приду, вот это. Женщина Бога. Так а у меня уже всё. Не стоит уже? Да. Слава тебе, Господи. Спаси Христос. Вообще. Жесть, короче, что там у нас творится. Так восьмой десяток попёрни, и ты балдеешь надо мной. Да я радуюсь, что ты уже блудить не можешь, понимаешь? Хотя бы это. Вот. То есть у тебя не стоит, зубов нету. Тут болит, там болит. Всё, а ты всё равно. С ног до головы всё болит. А чего ж она болеть-то не будет-то? Грехи смертные такие совершаешься. Ты и два года, наверное, и не ходил. А чего ты вдруг потом решил-то, не ходил, не ходил два года в храм и потом решил прийти-то? Да. Да. Как-то я по делу по какому-то пришёл, так и остался в церковь. Ну ты через забор когда перелазил к Игнаю Тихоновичу, какое у тебя дело было-то? Да я просто опоздал в церковь. Ну ты в церковь-то шёл, ты говоришь, для дела, для какого? Для какого дела? Да я опоздал на службу. Ну я знаю, что ты опоздал на службу. Ты на службу-то для чего шёл? Помолиться. 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 Ну ты два года не ходил, не молился, а что тебя вдруг какая-то... Какая муха тебя укусила-то в церковь идти? Жил, блудил там, всё, потом... Зачем тебе в церковь идти? Ну я по делу пришёл по какому-то. По какому-то? Так меня и оставили в церкви. По какому делу? Ты даже вспомнишь. Не помнишь. Но не по делу, чтобы покаяться в блуде, да? Ну и в этом тоже. Ну попутно, да? Это для тебя так, это так. Видал всё врагам? Твориться в нашем дыме. Вот. Сегодня батюшки-то нету? Да нет. А чё ты почему не исповедался-то? Чё у тебя не получилось-то? Да и надо у папистки спросить, я не помню. Чё не... Чё не пошло. То есть ты... Смертный грех, блуд, канон... Тебя сейчас отключать надо лет на 7 от причастия. А тебе оно и не надо, ты после того как... Это самое... А ты когда крещение принимал, ты исповедовался? Конечно. А ты называл этот смертный грех? Ну... Слёзы пролил. А грех называл? Ну я и говорю, слёзы пролил и грех называл. Называл. То есть ты в этом грехе блуда покаялся, когда крещение принимал потерять? Покаял. А после крещения у тебя опять женщина была? Ну ты десятый раз уже задаёшь этот вопрос. Нет, если ты говоришь покаялся, то... Ну вот в моём... В моём понимании, Вась, покаялся значит... Подожди, десятый раз. В моём понимании, человек если покаялся, это значит у него твёрдое намерение больше этот грех не совершать. У тебя было такое намерение? Ну было, было, но расслабился. Было, было, но расслабился. Видишь, он тут же обещает и тут же не делает. Слово не держит. Ну понятно всё, Сергей Павлович. Осталось тут уже 15 минут заряда, да и мне пора идти. Как это не отвечай? Эх, Вася, Вася... На исповедь срочно тебе надо? Срочно на исповедь. Так и закончим это. Сссс!